И пока легкоатлеты готовятся к Рио, хоккеисты только начинают готовиться к тренировочному процессу. До следующего сезона КХЛ осталось чуть меньше двух месяцев. Об этом-то мы сегодня и поговорим с новобранцем хоккейного клуба Салават Юлаев Алексеем Кудрыманом. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Ну ладно, про хоккей успеем поговорить. Как отдохнули? Отдохнули, отдыха по сути не получилось. То есть находился у себя в деревне. Отдых весь проходил там с родными, близкими. Остановиться успели? Ну немножко успел, но я в отпуск у меня по сути не был. За границу никуда не летал именно вот на отдых. А так в целом нормально, я уже привык к этому. То есть не как российские футболисты? Нет. Хорошо. Совсем скоро начнется тренировочный процесс уже на следующей неделе. Там предсезонные сборы и предсезонные турниры. И совсем скоро стартует чемпионат континентальной хоккейной лиги очередной. С какими надеждами в первую очередь подходишь к сезону? Какие цели перед собой? Ну, во-первых, самые максимальные цели. Цели пробиться в основной состав команды. То есть выполнить все задания, все требования. То, что было обговорено, на каких условиях меня берут в этот клуб. И надеюсь оправдать ожидания. А готовиться как бы уже начал давным-давно. Вот, Алексей, есть такая информация, что будешь выступать и за Торос, и за Салават Юлаев. Ну, тут все зависит от руководства и от меня. О том, как ты проявишься. Да, о том, как я проявлюсь, да, все, в принципе, зависит от меня. А там, как скажет руководство, так и будет. И не могу не спросить. Я, когда готовилась к интервью, загуглила твою имя, фамилию, и вылезли одни видео с драками. Скажи, почему? Это с детства такой характер? Ну, характер с детства, да. И бывают такие моменты в играх. То есть, когда надо постоять за себя и за команду. А вот нам по ходу сезона Салават Юлаев, на мой взгляд, а на взгляд и многих болельщиков в том числе, не хватало вот таких силовых игроков, которые, как в НХЛ Тавгаев. Да. Можно сказать, что ты в этом амплуа играешь? Ну, сказать конкретно, что я в этом амплуа играю, нет, потому что они не играют. Они просто выходят подраться. А я совершенно с другими целями сюда приехал. И изначально обговаривали совершенно другие цели, но сбросить краги я могу в любой момент. А какие цели обговаривали? Силовой форвард, забирать пятак, ни в чем не уступать, выиграть всю борьбу. То есть, подраться на льду, это только по необходимости? Нет такого желания? Ну, желание у нас всегда есть, в принципе. А так, да, там все будет по ситуации, все по необходимости. Ну, а вот скажи, все знают, твой темперамент, тебя в интернете либо называют эксцентричным игроком, либо настоящим русским витязем. Но сейчас, видимо, будут называть национальным героем Салават Юлаев. Башкирским батыром. Башкирским батыром, да, совершенно верно. Возможно, возможно. Это не означает ли, что ты всегда в центре внимания и на тебя больше силовой атаки со стороны соперника? Ну, бывают, да. Блокируют, наверное. В этот момент и зачастую подъезжают какие-то провокации. То есть, это нормально. Они знают, что тебя можно спровоцировать. Да, они знают, что меня можно спровоцировать, но и в другой момент знают, что могут получить. Но все-таки эмоции не перевешивают на льду? Нет, я контролирую себя до последнего, когда уже переходятся какие-то грани, то да. То есть, как было в матче Витязя с Сочи, например? В матче Витязя с Сочи, чем знаменитый не знаю, только тем, что, наверное, говорили и кричали про то, что заведем уголовное дело, наверное, только этими словами. А так, по сути, там не было ничего. Там был грязный прием против моего капитана, капитана моей команды. Я в этот момент не находился на поле, после чего, как он сменился, я выбежал на поле. Схватил одного игрока Сочинцев, тот отказался от меня на драке. То есть, я упал, я не стал ни бить его. То есть, там не было никакой подлянки или нападения какого-то удара со спины. А уже когда полетел на меня второй игрок Сочинцев, то я уже не стоял на месте. То есть, если драка, то только по расчету, без эмоций лишних? Да. Обоснованно. Все по существу. Ну, я думаю, драку мы можем посмотреть в интернете и телезрители тоже. А вот интересно, когда ты рассматривал перспективы дальнейшего карьерного роста для тебя, наверное, переход в Слават Юлаев, это ступень вверх? Да, это огромная ступень вверх. И я был приятно удивлен, что мной заинтересовался клуб, так как контракта у меня следующего года не было. У меня заканчивался контракт в ИТИДе. И для меня это было очень радостное новость, когда мне позвонил агент. А расскажи о тренерском штабе. Вот насколько тебе интересно с ними поработать и что уже слышал, видел, знаешь? Может, неинтересно, наоборот. Нет, я по тренерским штабу мало что знаю, потому что с ними не работал. А все будет на протяжении сбора, сезона все узнаваться. Будем узнавать друг друга. А с ребятами уже встречался, наверное? Ну, несколько ребят, да, сейчас проходят тренировки самостоятельно, самостоятельная подготовка, кто нуждается в тренировках на льду, кто в тренировках в зале. Успел пообщаться с Денисом Кулешом. Все, в принципе. А, в принципе, смотрел за сезон? Есть ли у тебя вообще время смотреть игру Слават Юлаев? Вот когда тебя объявили, ты посмотрел, понимаешь, что это за команда, насколько интересный стиль игры у каждой команды, наверное, он свой. В том числе у команды Витязь, насколько я знаю. Да, ну, так получалось, что на протяжении сезона времени фактически нету. То есть смотреть, следить за какими-то командами, потому что... Ну, кого ты из игроков сможешь выделить? В Слават Юлаев? Да. С кем тебе было бы интересно вот в пятерки поиграть? Не могу сейчас сказать ничего. Пока ничего не могу сказать. Опять же, это все как бы будет тренерским решением, тренерского штаба, руководства и так далее. Говорить о том, с кем я хочу, с кем не хочу, тут... Это хоккей, и тут совсем чуть-чуть по-другому все. Ну, а Витязь не предлагал остаться все-таки? Нет, не было никакого предложения, и поэтому я стал свободным, ограниченно свободным. И вот Слават сделал предложение. А как вообще, в принципе, проходили переговоры? Понятно, агент позвонил, а потом что? Я встретился с генеральным менеджером. Эта встреча произошла в Москве. Вот мы и обговорили все нюансы, все детали. То есть, то, что от меня требуется, я услышал, услышали меня. И вот я здесь, и, значит, мы пришли к какому-то общему. То есть, долго не было обсуждений, каких-то переговоров? Обсуждений долгих не было. Я не раздумывал, агент сказал, что я готов, я согласен. Оставилось только вот обсудить все нюансы и детали. Ну и наверняка, как у любого игрока, есть какая-то цель на сезон. Помимо того, что закрепиться в составе, сколько-то шайб забить, сколько-то передач раздать, показатель полезности, штрафные минуты. Побольше драк? Да, ну драки, я говорю, это само по себе получится. То есть, это хоккей... В любом случае мы увидим, тебя без крак на льду. Да, это не шахматы. Ну, хотя в шахматах тоже можно доской получить, поэтому... Это хоккей, это жесткая игра, и я играю жестко, и посмотрим, как будет в сезоне. А вот по очкам все-таки на сезон, есть задачи личные перед собой? Есть, конечно, задачи, и не только, как говорится, вот как все говорят, что там гай, там понравится и так далее. Конечно, есть задачи забивать, отдавать передачу. Еще очень интересно, ты наверняка уже успел посмотреть город, и башкирские болельщики, любители хоккея, они очень преданные. Вот что ты можешь сказать об обители башкирского хоккея? Ну, погулять мне-то как не получилось с такого момента, чтобы было время. То есть прилетел я вот буквально два дня назад. Может, погода наша нравится, природа. Ну, я не был еще нигде здесь. Погода жаркая, конечно, у нас очень жарко на данном этапе. А так вот очень хотелось бы поблагодарить, очень приятно слышать слова, да, там. Очень многие болельщики пишут. Очень многие болельщики пишут в социальных сетях. В социальности. Да, и очень это приятно. То есть кто-то пишет, подбадривая словами, что приветствуем вас там в клубе и так далее, да. Надеемся, что вы там будете за нас играть. Там есть, конечно, и другие болельщики, которые чуть-чуть по-другому пишут. Но я всегда говорил, да, вот когда играл в Твери, я, можно сказать, знал каждого болельщика. Там трибуна были две тысячи болельщиков. Я, там, фактически каждого знал. Потому что для меня это не просто болельщики, для меня это моя семья. То есть если к вам будут после игры подходить толпами, сделать заветное селфи на память, вы никому не откажете? Не откажу никогда, потому что многие люди этим просто живут. Для кого-то, там, я говорю, там, подойти взять автограф, там, у Ильи Ковальчука, да, там, у Саши Овечкина, это там была цель всей своей жизни, да. То есть я настолько открытый, как бы, для болельщиков, для общения с ними. То есть я готов даже, я не знаю, там, посидеть где-то с ними в кафе, поехать, я не знаю, там, на какую-нибудь речь, на пляж, там. В гости позвать. Алексей, желающих будет очень много, видимо, после сегодняшнего интервью. Возможно. И скажите, а есть ли у вас кумиры? Вот чей автограф вы хотели когда-то заполучить или с кем-то познакомиться? Или все-таки получили? Нет, такого не было, наверное, никогда. А в хоккее кто кумир? В хоккее? Ну, так получилось, что кумир, это человек, мой агент теперь. Так вот случилось в моей жизни, что... Ну, кто? Игорь Реон, мой агент. Вот и так случилось, что познакомились и общаемся. А если в течение сезона получится так, что придется поиграть в Нефтекамске, это перспективу не пугает? Нет, значит, буду показывать и доказывать там своей игрой, что я достоин большого, что я должен пробиться в состав первой команды. То есть целеустремленный? Да. Ну что ж, спасибо большое за очень интересную, открытую беседу. А я напомню, что в гостях у нас был новобранец хоккейного клуба «Салават Юлаев» Алексей Кудриман. Спасибо большое. Вам спасибо. Удачи. Спасибо.